В подмосковной Коломне состоялся 11-й фестиваль автопутешественников «Караванекс», который собрал более 20 российских производителей жилых прицепов и модульных надстроек. У настоящей выставки есть чёткий акцент. В связи с реалиями времени мы собрали здесь практически всех производителей маленьких караванов, бюджетных. Это было нелегко, но 24-е число нам всем помогло, и мы собрались во спасение себя и наших любимых путешественников. Мы сейчас работаем с тем, чтобы было полное импортозамещение, чтобы мы не умерли поодиночке. Честно говоря, это получается. Второй год подряд фестиваль принимает площадка бывшего коломенского завода «Текстильмаш», ставшая арт-кварталом «Патифонка». Столько техники однотипной, ещё такого не было. Это какое-то новое явление, но это то самое зёрнышко, из которого вырастет большой российский караванин. Долго запрягаем, быстро едем. Едва ли не самый дешёвый способ построить автодом – водрузить жилой модуль на раму пикапа или лёгкого грузовика. Например, «УАЗа-Профи», чем занимаются в России как минимум две фирмы из Владимирской и Ульяновской области. Компания «Торкмаш» является официальным дилером «УАЗ» уже на протяжении 25 лет, и, соответственно, вопрос с выбором шасси не стоит. Хотя аналогичные машины можно сделать и на других шасси, это не критично. В прошлом году ульяновцы уже делали автодом на базе «УАЗа» с четырёхдверной кабиной. Следующая модель на шасси двухдверного «Профи». Жилой модуль тут несъёмный, зато в нём можно перевозить людей. «Полноприводная машина отечественная и с полноценным автодомом, в котором есть не только спальные места, но есть и кухонная зона, есть душ, туалет, столовая зона. Спальные места в наших модулях, они не раскладные, они стационарные». Вслед за автомобилями в России подорожали и кемперы. Построенная в 2021 году машина стоила 3,5 миллиона рублей и начинялась бытовой техникой из обычных магазинов. Но теперь проект надо пересчитывать, фактически умножая на двое цену автомобиля-донора. «Стандартная формула для расчёта — это стоимость шасси и стоимость самого автодома будет более-менее сопоставима». Наряду с самоходными кемперами на базе «УАЗа», «Нивы» и «Гранты» в Коломну приехали производители прицепных автодомов. В рамках фестиваля «Караванекс» состоялось шоу «Собери сам» с показом изготовления такого прицепа и комментариями инженеров. А фермеры и ремесленники дополнили атмосферу гастрономического и туристического праздника.